здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья небольшая статья которая хочу вам озвучить появилась она на страницах forbes называется она так это провал тактики кремля чего ждать после субботней акции протеста в хабаровске то есть в данной ситуации озвучивается конкретно мнение определенных людей которые высказывают по этому поводу и говорят чего нам ждать в результате этого почему все почему все это происходит ну и как вообще на со всем этим жить потому что я думаю прекрасно понимаете ситуация серьезная такого у нас стране не было не только при правлении владимира путина но и до его правления то есть это действительно такой кризис политической системы который назрел и как власти будут теперь затем бороться или не или не бы или не будут с этим бороться не знаю но факт того что какие-то решения какие-то меры приняты должны быть выбранная кремлем тактика реагирования на массовый протест вызванная арестом хабаровского губернатора не только неэффективно но и опасно протесты могут распространиться за пределы региона говорят опрошенный форс политологи по их мнению власти оказались непростой но не безвыходной ситуации протесты в хабаровске идут 8 день и явно не затихают субботу митинговать поддержку губернатора хабаровского края сергея фургала арестованного по обвинению причастности к ликвидации определенной категории граждан вышли несколько десятков тысяч человек хабаровская администрация заявила что в начале акции протестующих было до 10 тысяч человек что на 30 процентов меньше чем на акции в прошлые выходные советник губернатора хабаровского края захар синеговский оценил итоговое число протестующих в 30 50 тысяч человек корреспондент коммерсанта полагает что на пике акции число митингующих могло достигать 50 тысяч человек а корреспондент ведомостей допускает что в шествии участвовало 80 тысяч человек вечером жители города вновь вышли к зданию краевого правительства и акция возобновилась почему хабаровчане продолжают митинговать какова тактика кремля и чего ждать дальше об этом форбс спросил ведущих российских политологов павел павловский политолог власти думаю в кремле вряд ли местный выбрали определенную тактику поведения в связи с протестами хабаровске с их точки зрения это умеренная тактика даже гуманная не трогать людей через некоторое время рассосется это не вполне обычная для кремля тактика он предполагает обычно жесткое подавление точки зрения кремлевской публики сегодняшняя демонстрация это провал такой так падение числа протестующих не произошло а в каком-то смысле можно считать что движение захватывает весь город дать задний ход силовики не могут они тем самым признают что допустили ошибку а их противники они есть были правы но протесты могут легко перерасти во что-то более серьезное допустим забастовка это уже более серьезной ситуации потому что она будет каком-то смысле сигналом для других регионов до настоящего времени единственный успех мягкой стратегии в том что другие регионы не подключились оппозиция в целом проигнорировала хабаровс друзья но я сейчас небольшое замечание сделаю на тот момент когда была написана эта стадия да действительно можно было сказать что никто не подключился на часть я смотрю омск томск еще какие-то города биробиджан по моим да уже подключается к этим акциям то есть это начинает помаленьку разрастаться конечно там не такое количество людей выходят на улице но тем не менее 200 300 400 человек там есть и это говорит о том что действительно вот эта волна хабаровская волна она была подхвачена людьми и все больше и больше городов подключаются к этой акции владивосток также а подключился вопрос компромисса по самому фургалу не рассматривается но теоретически может рассматриваться вопрос о переводе дела в хабаровск из москвы это требование одного из лозунгов протестующих хабаровске разумеется при патронаже следственного комитета и фсб как сейчас начинается ювелирная дозировка на что можно пойти на что нельзя второй вариант поставить нового губернатора с человеческим лицом но сейчас таких людей почти не осталось просто лдп ровский губернатор сам по себе наверное утешит жириновского но не утешит местное население поскольку протесты не управляются лдп р тот то отсутствует кто-то с кем можно вести переговоры компромиссное решение может все равно не удовлетворить протестующих это собственно самая опасная для кремля ситуация и просчитать ее практически невозможно здесь надо просчитать уже неожиданно высокую степень готовности к протесту который может перейти протесты против москвы в принципе а это очень неприятная ситуация связи с еще пограничным характером региона также друзья по данной ситуации высказался аббас голямов политолог властям надо признать для самих себя что надежда на то что само рассосется не оправдалась я тоже считаю что такого уже не будет что само рассосется люди походят и устанут нет тут все равно властям нужно выстраивать какой-то диалог люди настроены гораздо более решительно чем можно было предположить сначала причем эмоции у них там достаточно чтобы протестовать на протяжении недели а не одного дня там где неделя там и 2 и 3 пора признать что та стратегия которая реализовывалась предыдущую неделю частично основанная на замалчивание частично на дезинформации не работает нужно наладить диалог с людьми например попросить недовольных сформировать небольшую делегацию из людей которым они верят уважаемых юристов адвокатов правозащитников социальных сетях организоваться абсолютно реально вполне возможно организовать встречу этой делегации с представителями силовиков чтобы те объяснили что есть доказательства вины фургала и арест был обоснованным друзья боюсь что это тоже не сработает данной ситуации если удастся этих людей убедить они выйдут в медиа и заявят об этом не все им поверят но тем не менее это мощный шаг в правильном направлении все успокоятся люди требуют чтобы их мнение уважали как то ты можешь продемонстрировать это уважение если ты не ведешь с ними диалог или наоборот за глаза обвиняешь людей в том что они за деньги протестных участвует он кремль привык действовать не оптимальным образом а просто так как он привык официальные власти везде вообще такие у них есть стандартный набор реакции и они из их числа выбирают кого-то будут запугивать где-то будут дезинформировать где-то замалчивать комбинация вот этих трех вещей продолжится ну и давайте последнего политолога последнее мнение александра кынев политолог такая массовость означает только одно что все технологии которые использовались в эту неделю вызвали прямо противоположный эффект то есть прямые оскорбления в адрес участников митингов которые были на центральных телеканалах со стороны мэра хабаровска и со стороны отдельных других товарищей они вызвали людей чувство морального возмущения это абсолютный провал пропаганды второе это говорит о том что протест и поддержка фургала в регионе устойчивая в рабочие дни люди не могут тратить свободное время на акции но было понятно что в конце недели они выйдут снова нечто похожее было в ходе арабской весны когда все акции проходили по пятницам когда кончалась рабочая неделя после пятничной молитвы это сетевая самоорганизация чиновников не видно и не слышно никакой партийной составляющей там нет то есть речь идет в первую очередь о собственном достоинстве праве людей на выбор и поддержка не лдпр а лично фургала власти нужно фургала пускать потому что дело совершенно очевидно инспирированное исчезнет повод исчезнут протесты хотел бы обратить внимание что протеста начал потихоньку расползался если мы посмотрим паблики по сибири мы видим что уже отклик и по приморскому краю и иркутской области если власть будет упорствовать протест станет хроническим сложно сказать насколько он будет массовым понятно что ничего не бывает вечного но то что регион будет сопротивляться и будет как минимум саботировать любую политику центра это совершенно однозначно это абсолютный провал полпредства во главе с юрием трудню протесты будут возникать постоянно при первом же благоприятном поводе любого свойства от коммунальных до экономических это будет бесконечная взрывоопасная зона вот такая вот друзья информация как мне кажется тут мнение у людей немного различается но суть у них одна то что тактика кремля не сработала то что нужно идти на диалог то что нужно выпускать фургала если этого не случится то этого не остановить это в какой-то бесконечный поток превратиться где-то больше будут а вспышки где-то меньше но они будут постоянно и люди люди хотят чтобы на них обратили внимание и власти необходимо это сделать как мне кажется вот этих трех политологов это мысль связующая она связывает вот эти вот три мысли это главное что должны мы в данной ситуации услышать на этом у меня все всем кому понравилось видео ставьте класс и подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok